И в последнюю неделю перед Новым годом традиционно запорожцы покупают главный атрибут Нового года – елку или сосном. Лесники напоминают, покупать деревья у браконьеров небезопасно, могут оштрафовать, а покупателя могут приравнять к соучастнику незаконной вырубки деревьев. Практику с чипованием елок в преддверии вырубки ввели еще в прошлом году. В этом году мероприятия по присвоению елкам идентификационного номера продолжаются. Гранчик клеймили, на клеймо ставили. А сейчас чипы, которые цепляются на сосну. На чипе указан номер партии, серия и номер партии, и номер чипа. Чтобы обеспечить себя и перестраховать, чтобы не взять у браконьеров сосну или елку новогоднюю, необходимо, чтобы был такой чип на сосне. В преддверии праздника наличие чипов на елках могут проверить даже сотрудники госавтоинспекции. В Запорожье пока что нарушения были только в Хортицком районе, а массово браконьеров задержали в Августиновке. Нарушителям грозит возмещение убытка в размере от 6 до 12 необлагаемых минимальных зарплат и стоимость елки. В целом штрафы могут достигать 15 тысяч гривен за дерево. Чип цепляется на макушке, фиксируется лентой, которая назад не снимается. Это вот так вот. Его нельзя оборвать, ну только ленту оборвать и все, иначе он так не снимается. Минимальный штраф за нелегальную сосну даже с покупателя может достигать 400 гривен. Суд вправе определить покупателя не только как свидетеля, но и даже как соучастника. Кроме того, каждый желающий купить новогоднюю красавицу имеет право требовать документы из санстанции и инспекции карантинных растений. В самом лесничестве срубленные елки видят сразу, определяют папенькам. Здесь проведена рубка и на каждом пеньке стоит клеймо, что это обозначает, что это законная рубка. В этом году на территории Александровского лесничества нарушений и браконьеров обнаружено не было.